Музыка 71 водитель в состоянии опьянения был задержан сотрудниками ГИБДД только за первых 3 январских дня. Всего же за каникулу эта цифра превысила сотню. В списке антилидеров Тюмень, Амутинка, Галышманово и, конечно же, Тобольск. Именно оттуда с новогодним приветом дорожная практика. Я Николай Смирнов. Поехали. Черная Тойота с наглухо затонированными стеклами и без номеров не отреагировала на жест инспектора. Началась погоня. Догонялки шли по всему городу, пока нарушитель не бросил машину и не попытался убежать на своих двоих. Правда, эта гонка закончилась еще быстрее. Физподготовка у инспекторов на уровне. Причина, по которой Дмитрий удирал, скоро стала понятна. Держите плотно в губы 3-4 секунды непрерывно до звукового щелчка. Я вас остановлю. Поехали. Дым-дым-дым. Щелчок. Нет, какие цифры на табло появятся. Слух по одному называем, что мы видим одни и те же цифры. Сколько? Сколько? 0,75. То есть установлено состояние алкогольного опьянения. Теперь-то Балику грозит лишение и сразу два штрафа. 30 тысяч за пьянку и еще 500 рублей за то, что не остановился. Еще один любитель угонять от полицейских нарисовался на улице Доронина. Черную 13-ю угнали несколько кварталов. В какой-то момент инспектору удалось запрыгнуть в авто и заставить водителя остановиться. А вот чтобы вытащить его из салона, пришлось прибегнуть к помощи прохожих. К состоянию гонщиков удивились даже понятые. Я в голову засуну машину, аж перегаром. Я не думаю, что это от сотрудников. Да я думаю от сотрудников. Сергей от прохождения свидетельствования отказываться не стал. Сергей, плотно в губы. 3-4 секунды. Непрерывно я остановлю. Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Щелчок, молодец. А дальше выяснилось, что Сергей уже лишен прав за пьянство за рулем. И грозит ему теперь не штраф, а лишение свободы. И снова погоня. На сей раз село Байкалово под Тобольском. При виде патрульного автомобиля белая пятерка пытается скрыться в переволках. А когда не получилось, водитель бросился на утек по сугробам. Правда, далеко убежать ему не удалось. Как оказалось, водительского удостоверения у юноши нет. Зато есть запах спиртного. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй. Ждите, идет анализ понятые, видите? Все, что увидите, громко произнесите. 0,39. 0,39. С результатом показания прибора согласны? Я не утоплю. Что делаем? Я не утоплю. В больницу едем, да? Собственно, и там картина кардинально не поменялась. Алкоголя в юноше было больше, чем разрешено. А этот любитель прокатиться под градусом приехал в руки инспекторов в четвертом часу утра в десятом микрорайоне Тобольска. Хорошее настроение ему не могло ничто испортить. Даже показания алкотестера. Плотно в губы 3-4 секунды до звукового щелчка. Поехали. Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Щелчок. Держим, смотрим. Какие цифры на табло появляются. Озвучиваем. Озвучиваем. Вот это хорошего настроения уж точно не прибавит. Какие нарушения новичков за рулем чаще всего приводят к ДТП? Кто возглавляет рейтинг самых угоняемых автомобилей? И на каких федеральных трассах Тюменской области появятся новые комплексы фото-видеофиксации? Обо всем этом Автоновости. С нового года на дорогах, ведущих в наш областной центр, появятся новые комплексы фото-видеофиксации. На трассе Екатеринбург-Тюмень на 149-м и 150-м километре – это район Камышлова. И на 317-м километре – район поста ДПС. Установлены комплексы «Стрелка-М». Трасса Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск оборудованная более продвинутыми комплексами «Автодория». Они располагаются на 741-м, 770-м, 779-м, 932-м и 939-м километрах. Одной из главных особенностей этой системы является невозможность обнаружения устройств с помощью радар-детекторов. Конструктивные особенности комплекса не предусматривают применение излучающих элементов. Поэтому водители не могут получить сигнал о находящихся рядом зонах фотофиксации. Автомобили «Тойота Камби» и «Хёнде Солярис» оказались в списке самых угоняемых. С января по сентябрь 2018-го. Помимо этих моделей, в пятерку самых угоняемых входят «Киария», «Форд Фокус» и «Тойота Лэнд Кузер». Сообщают страховые компании. Довольно часто похищают и отечественные авто. ВАЗ-2121, ГАЗ, УАЗ «Патриот». Чем популярнее модель среди покупателей, тем больше будет по ней угонов, объясняет это явление эксперты. Наиболее распространенным нарушением ПДД среди начинающих водителей, приведшим в ДТП, стало несоблюдение очередности проезда перекрестков. На подобные нарушения приходится 26% случаев, после которых случились аварии. Кроме того, в списке самых распространенных причин ДТП оказались неправильный выбор дистанции, несоблюдение скоростного режима, а также выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом в 2018-м начинающие водители стали реже попадать в аварии. Так, в помене недавно получивших права автомобилистов, случилось около 9 тысяч ДТП. В прошлом году произошло 10 тысяч таких аварий, а в 2016-м – 11 тысяч. Самая громкая авария, случившаяся с начала года, произошла 6 января на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту. 39-летний тюменец сбил пешехода и попытался скрыться из города. Девушка с травмами попала в больницу, а водитель скрылся с места происшествия. В районе поворота на Комарова нарушитель не справился с управлением, зацепил правую обочину и вылетел на встречную полосу, по которой в это время двигался Рено Дастер с семьей из Червишева. В результате лобового столкновения в кроссовере погибли 3 человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Не выжил в аварии и виновник. В 2018 году мужчина дважды задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Лишен судом права управления транспортом на 3 года. Был ли он под воздействием наркотиков в этот раз, установит экспертиза. А эта авария произошла накануне праздников, когда в Тюмень пришли настоящие сибирские морозы. Улица Республики перед выездом на Старо-Тобольский тракт. Автор видео едет в левом ряду, готовясь к повороту. Внезапно на встречной полосе внедорожник срывается в неуправляемый занос и боком скользит навстречку. На скользкой как стекло дороге избежать столкновения не удалось. К счастью, в этой аварии люди оделались только ушибами. А вот обе машины получили серьезные повреждения. А этот юноша, видимо, так хочет работать в полиции, что укомплектовал свою ладу красно-синими лампочками, сиреной и стробоскопами. После чего записал видеоролик и разместил его в соцсетях, где набрал сотни комментариев, по большей части негативных. По всей видимости, молодому человеку никто не объяснил, что за такую красоту можно поплатиться правами. Все вышеперечисленное ведет к решению ВУ и конфискации оборудования. Да и не похоже темная приора на белоснежный полицейский форт. В ближайшие дни наш регион накроет очередной снегопад. Он продлится несколько дней. По средней оценке загруженность на наших дорогах составит 7-8 баллов. А гололед, который припорошит выпавший снег, заставляет быть осторожными не только автомобилистов, но и пешеходов. Из-за гололеда в такую ситуацию может попасть каждый. Резкий перепад температуры, повышенная влажность. На первый взгляд, дорога может показаться чистой, однако на самом деле покрыта тонким слоем наледи. Черный лед, так его называют специалисты. О такой угрозе могут не знать и опытные водители. Дня три, как морозы, наступили, сколько стало. Стараюсь меньше тормозить, потише ездить, не оставать аварийных ситуаций. Тем временем в ГИБДД отмечают, что в морозные дни автомобилисты более аккуратны. Водители в большинстве своем все же адекватно реагируют на дорожную обстановку, снижают скорость, не совершают каких-то рискованных маневров, двигаются аккуратно, поэтому увеличение числа аварий мы не отметили. Но они все равно возникают. Десятки мелких ДТП – спутники гололеда. Они просто не попадают в статистику. Эксперты выделяют опасные места, в первую очередь мосты. Стрела, путепровод наиболее подвержены обледенению. Этому еще способствует конструкция металлических пролетных строений. Та влага, которая находится в приземной части поверхности покрытия, она и кристаллизуется. Сейчас в большей степени наши дорожники, мотостроители применяют конструкции с железобетонными покрытиями, учитывают строение дорожной плиты, чтобы как раз снизить процент и риск образования гололеда. В том числе есть и проекты, где внедрены системы автоматизированного распределения противоголедных материалов. Осторожно и не спеша двигаются не только машины, но и пешеходы. Такую обувь одеваю, которая подошва не скользит. Специально сапоги другие одеваю. Очень медленно хожу, да, боюсь упасть. Я раз упала, вот по геологу разведчиков там же тротуары не чистят, хлебный магазин, руку сломала, теперь уже боюсь. Морозы отступили, но синоптики им на смену обещают снегопады. Поэтому тюменцам не стоит расслабляться. 9 января стартовал первый этап реформы ОСАГО. В нем более гибко настроен коэффициент возраст-стаж и расширен тарифный коридор на 20%. Как отреагировали страховые компании на эти новшества, узнаем у специалиста. Дим, конечно, в первую очередь всех интересует. Стоимость страховки уже выросла? Нет. Пока в двух страховых компаниях, с которыми я сотрудничаю, пока нет. Вводится новый коэффициент, так называемый КВС, коэффициент возраст-стаж. Что это такое, что он дает людям? Он просто расширяет границы допустимых стажей возраста. Ну вот давай на моем примере разберем возраст от 35 до 39, стаж 19 лет. Мне в плюс это сыграет или в минус? На 4% будет подешевле, если сохранится та базовая ставка по ОСАГО. Если же они с увеличением коридора увеличат базовую ставку, естественно, все подорожает. Но, как обычно, все коснется молодежи, кто недавно сел за руль. Для них это, естественно, будет бить по карману. Насколько примерно? Там, получается, у нас сейчас 30 с лишним новых градаций появилось. И в основном это скажется на тех, кто до 20 лет и со стажем меньше 3. А у кого будет снижение? Снижение будет у тех, кто постарше и возраст. Ну вот, судя по этой таблице, после 35 лет полис может на 1% подорожать, подешеветь. Это да, если стаж, хотя бы 3 годика есть. А если 2, то он 1,6. Раньше было 1,63. Раньше он был 1,6, сейчас стал 1,63. То есть 3%. Но градации стало намного больше. 1 апреля зафиксирует наш КБМ, наша скидка. Она будет неизменна в течение года. Это вот первое апрельское изменение. Все остальное только на рассмотрении и только еще в разработке, так сказать. Спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, в апреле мы еще раз встретимся и обсудим, что уже из этого получилось. Хорошо. На сегодня это все, но ровно через неделю, в следующую пятницу, на 21-й кнопке вашего телевизора, новые герои свода ГИБДД. Смотрите записи нашей программы в интернете, на канале YouTube и в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите нам, инфособака.trtr.ru и в нашу группу ВКонтакте. И мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Это Дорожная практика и я, Николай Смирнов. Увидимся на улицах города. Дорожная практика и я, Николай Смирнов.